Уважаемые коллеги, мы начинаем семинар на тему «Система электронного документа оборота. Можно ли автоматизировать хаос?» Как вы думаете, каков ответ на этот вопрос? Так, сходу. Можно. А что получится в результате? Совершенно верно. Получится автоматизированный хаос. У меня такое ощущение, что вы меня цитируете. Но это так. Поэтому мы хотим, здесь о чем мы сегодня с вами будем говорить достаточно оперативно и быстро. Мы будем говорить о том, как сделать это так, чтобы не получился автоматизированный хаос. Как создать систему электронного документа оборота в организации так, чтобы она не стала автоматизированным хаосом. Хаос автоматизировать можно, конечно. Но именно получится то, что нам не нужно. Немного обо мне. Меня зовут Левина Светлана Марковна. В сфере делопроизводства скажу сразу, я не техник, не айтишник. Я именно делопроизводитель, я специалист по делопроизводству. С 1987 года я работаю в этой сфере, занимая руководящие должности и руководяя именно соответствующими процессами. Мне случалось более чем в одной организации, у меня достаточно большой опыт работы. Мне случалось более чем в одной организации создавать дело производства с нуля, причем на бумажных, естественно, сначала носителях, поскольку, в общем, я не очень молодой. Но впоследствии, когда уже, так сказать, стало все это развиваться, то мне случалось также и создавать систему электронного документа оборота более чем в одной организации на разных платформах. А в одной из организаций, в текущей организации мне пришлось создавать систему электронного документа оборота дважды в одной и той же организации на разных платформах. Так получилось, это выбор был, конечно же, не мой, то есть мне бы не пришло в голову делать одну и ту же работу дважды. Поэтому, неоднократно проходя по одному и тому же пути и сталкиваясь с определенными трудностями и проблемами, естественно, начинаешь понимать, как следует это делать. Поэтому очень многое из того, о чем говорится на курсе, это мой личный опыт, мои личные материалы и мои личные грабли. Практически везде, на каждом этапе нашего движения нас сопровождает такая картинка и такое понятие, как грабли, которые неизбежно встречаются нам на пути. И как раз таки, в общем-то, хотелось бы, чтобы этот курс помогал людям избегать этих грабель, потому что в некоторых случаях они действительно бывают очень болезненными, набивать шишки-то неприятно, да. И более того, они влекут за собой определенные проблемы. Почему? Потому что, совершая ошибки, делая что-то неправильно на этом пути, путь не близкий, путь не короткий, как бы мы ни подходили к этой задаче, быстро не получится. Конечно, это зависит от организации во многом, зависит от потребности организации, от возможности организации, от ее запросов, но это не получится быстро. Конечно, если у нас достаточно масштабный проект, крупная организация со сложными специфическими запросами, так как у нас. Конечно, если у нас организация проста, если нам ничего не нужно, если нам нужно, например, только канцелярию, да, или какие-то самые простые функции, конечно, мы возьмем достаточно простую коробочную программу, коробочное решение какой-то платформы, которая нам подходит, и мы это внедрим достаточно быстро. Но в любом случае просто нужно понимать, что есть определенные, ну, хотелось бы это, так сказать, донести, что, в принципе, следовало бы определенные этапы на этом пути все-таки пройти для того, чтобы не совершать ошибок и на грабли не наступать. Что нужно знать, что хотелось бы, чтобы тот, о чем мы говорим здесь в принципе, для кого этот курс мог бы быть полезным, для кого он мог бы быть нужным, это для тех людей, у которых стоит такая задача. Мы работаем, мы живем в 21 веке, у нас цифровизация, у нас повсеместное внедрение во все наши сферы жизни электронных технологий, различных систем, программ и так далее. Конечно, это не обошло стороной и системы работы с документами. Мы здесь говорим даже более о чем, не только о системе электронного документа оборота. Система электронного документа оборота желательно, по возможности, должна стать интегрироваться в систему управления организацией, системы базы знаний, которая есть в организации, и стать ее частью, чтобы не выпадать из процесса. Если система работает и внедрена, изолирована, это ничего не даст. Это, в общем-то, практически доказано. Если система у вас изолирована, вы внедряете систему электронного документа оборота, как любую, на любой платформе. Мы не говорим здесь, я не учу работать в конкретных программах, в конкретных системах. Нет, здесь речь идет о другом. Мы говорим о том, как создать систему в любой организации на любой программе, на любой платформе. По сути дела, это универсальное решение. Конечно, с определенными специфическими особенностями, которые характерны для каждой организации. Но ведь мы и все люди разные, да? Все мы люди, все мы относимся к хомо-сапиенс, но каждый из нас обладает своими спецификами, каждый обладает своими характеристиками, потребностями и так далее. Естественно, мы все уникальны. Точно так же уникальны и все организации. Даже если они не подчиняются одному центру, да? Даже если это какие-то обособленные предразделения одной организации, они все равно уникальны. Точно так же уникальны и все системы, которые будут. Мы внедрим одну и ту же систему в нескольких организациях. Она в каждой организации будет своя и уникальная. Поэтому здесь очень-очень все специфически, очень все обособлено. Поэтому варианты, то есть те инструменты, максимум, что я могу дать, я не могу создать систему для вас. Вы сможете сделать это только сами на своих рабочих местах, в своей организации. Я максимум, что могу сделать, и я именно так вижу свою задачу дать, как можно больше инструментов для этого в руки. Значит, что нужно знать желательно? Еще раз, я не айтишник. Я не учу работать в конкретных системах, и я не касаюсь вот этих подробностей. Но я знаю их в том формате, в котором они нужны. Я понимаю принципы действия айтишных систем, понимаю, как это может быть использовано с точки зрения дела производства. Я хорошо, идеально знаю само дело производства и архивное дело. Проблема здесь еще в чем? Когда начинают работать сотрудники службы ДОУ, и они начинают работать в этой сфере, пытаться внедрить систему без, например, поддержки айти, это невозможно. Есть и другая сторона медали, еще более опасная. Когда говорят, да, нам нужна система электронного документов. Нужно, а кто спорит? Конечно. У нас есть хорошее айти, у нас вот такое дело айти, прекрасно, они все замечательно знают. Ну вот они же техники, они же все понимают, вот пусть они нам это внедрят. Нет, это не получится, потому что эти люди прекрасно разбираются в задачах айти, прекрасно разбираются в техниках, программах, когда они ничего не понимают делать на производстве. Они не обязаны, это не задача. Поэтому обязательно интеграция и работа вместе. Я должна ориентироваться, я должна понимать какие-то вещи. Я видела много программ, я видела много систем, я администратор в САПе, мы работаем на САПе. Я его никоим образом не рекламирую, в курсе он мне упоминается. Вот здесь он упоминается, но я его не рассматриваю. Почему? Потому что это по другой немножко программа, да. Но я работаю в САПе, я, наверное, чего-то в этом смысле понимаю чуть-чуть. Да, мы внедряли САП, мы внедряли систему на САПе, что в общем не такая простая задача. Поэтому немножко, но я не техник, я именно специалист по законодательству архивного дела. Поэтому мы должны работать в тесные связи. Что еще нужно знать? Конечно, потребности и возможности организации в части создания САП. Как это выяснить? Мы сейчас поговорим, как это должно быть выяснено. Естественно, взаимодействие с смежными структурами, в том числе с АТИ, да, и требования функциональной безопасности. Без них никуда, потому что мы создаем систему, она должна быть интегрирована во все те, это обязательное требование. Еще раз повторяю, она не может работать изолированно, в ней тогда нет никакого смысла. Деньги потрачены, ничего не работает, деньги на ветер. Она должна быть интегрирована во все те информационные системы в той или иной степени, которые есть в организации. У меня были слушатели на курсах, которые приводили пример. У них работает в организации три различных системы. Три различных системы, не обязательно им тронут, но три различных системы информационных, которые охватывают определенные, решают определенные задачи. Они между собой почти не коррелируются, они почти не связаны между собой, что сразу создает проблемы и трудности. Какого плана? Во-первых, дополнительная работа. Если нам нужно что-то куда-то перенести, мы делаем это каким-то усилием. Мы тратим рабочее время, не выполняя какие-то свои служебные обязанности, мы тратим время и усилия. И самая большая опасность – опасность потери информации. Если мы что-то куда-то занесли, а потом еще раз куда-то переписали, где гарантия, что оно все будет, если я работаю и здесь, и здесь? Где гарантия, что я все делаю одинаково. Поэтому здесь есть очень большая опасность дублирования неверной информации, распространяя эту информацию и так далее. Поэтому, естественно, вопросы информационной безопасности, они важны. Какие у нас, как встроен этот курс? Мы говорим с вами о конкретном курсе сейчас. Курс, представляемый данным центром, который называется «Делопроизводство уровень 2. Электронный документ оборот. ЭДО и системы электронного документа оборота». Значит, как он встроен? Это действительно уровень 2. Почему уровень 2? Потому что есть уровень 1. Есть уровень 1 – это базовый курс «Делопроизводство документационного обеспечения управления». Конечно, желательно, чтобы было, как уже было сказано, определенные представления о том, о чем мы говорим. Чтобы человек, который будет этим заниматься, который, ему поставлена такая задача создать систему электронного документа оборота, чтобы он был хорошо по возможности подкован в области делопроизводства. Потому что это все-таки основное, это все-таки упор на это. Да, IT мы, конечно, должны работать с ними. Мы должны работать не только с ними, мы должны работать и с юристами в этом деле, мы должны работать и с бухгалтерией, мы должны работать и с кадровиками. То есть у нас достаточно много здесь заинтересованных сторон, интересы которых нужно учесть в этой работе. Но делопроизводство здесь основное, потому что мы создаем систему именно работы с документами, которая будет встроена в нашу систему базы знаний. И это, скажем так, три курса, которые между собой связаны. Это действительно комплекс систематизированный, построенный по одному принципу. И это все аспекты, он охватывает все аспекты работы с документами. Базовый курс, основной, где заложены 36 часов, где заложены основные данные, основные параметры работы с документами. Курс, о котором мы сейчас говорим, электронный, дающий возможность создать и воплотить, применить эти данные, эти знания на практике, создав систему. И дающий инструменты для того, чтобы систему можно было создать. И курс архивное дело, который именно тот 16-часовой, достаточно подробный, который позволяет также, ведь это архивное дело, это совершенно, скажем так, не отдельная история, это история продолжения, конечно же, предыдущих. То есть документ, закончив свое оперативное, текущее существование, то есть завершив свою функцию в текущем делу производства, переходит в другую фазу, он не умирает. Он переходит на хранение, поступает на хранение, становится архивным документом. Но это не значит, что он умер, и что его, и уж, конечно, это не значит, что его нужно уничтожить и убить, ни в коем случае. Это значит только то, что его нужно по-другому обрабатывать, по-другому использовать, по-другому обслуживать, хранить столько времени, сколько полагается. Поэтому это процесс взаимосвязанный. Электронный документ-оборот здесь также присутствует, потому что мы можем, многие программы из тех, о которых мы говорим здесь, я говорю о 10 программах, самых, ну, достаточно популярных программах электронного документа-оборота, представленных сейчас на рынке. Говорю о них обзорно, я не учу, еще раз повторяю, работать ни в какой конкретной программе. Обо всех о них сказать невозможно, их больше ста. Они очень разные, поэтому на разные потребности рассчитаны, на разные возможности рассчитаны, предоставляющие разный уровень и набор опций, они очень разные. Но многие из них, также логично построив свою систему, предлагают и модуль архивный. Предлагают архивный модуль для того, чтобы можно было процесс завершить. Мы закончили текущее производство документ, завершен, он исполнен. Следующий этап его существования – поступление на архивное хранение. У нас этого нет. И что? Получилось, что процесс не завершен, документы не обработаны, они не хранятся, не уничтожаются, не обрабатываются и так далее. То есть этот этап обработки документов выпадает, что в принципе не важно. Неправильно. Если бы мы делали общий процесс, надо, чтобы весь процесс, весь жизненный цикл документов был охвачен соответствующей системой. Значит, энергетический, научный комплекс систематизированного знания, как уже было сказано, единство, действительно, единство никакой борьбы противоположности. Почему? Потому что мы исходим из одинаковых параметров. Это три. Все курсы принадлежат, я провожу их я, составлены они по одинаковым принципам, на одинаковых основах, поэтому они логичны и едины в своей продолжительности, в своей длительности. То есть они логично растекают один из другого. Значит, современный подход, естественно, используются только самые современные документы, регламентирующие нормативно базу. В каждом из этих курсов представлена нормативно-правовая база, самая современная на текущий момент. Основываемся мы исключительно на ней. Самые современные по возможности знания, подчеркнутое, например, в том числе и на различных конференциях, семинарах и так далее, других мероприятиях, которые посвящены этой теме. То есть я стараюсь идти в ногу со временем, что называется, и быть в курсе того, что происходит в отрасли делопроизводственной, какие события там происходят, какие документы составляются и так далее. Своевременность и актуальность. Конечно, мы уже говорили о том, что мы живем в 21 веке, что сейчас это довольно актуальная задача. Недавно мне попалась информация о том, какие, я удивилась даже немножко, какие профессии сейчас достаточно востребованы на рынке труда. Делопроизводители. В том числе, помимо других, делопроизводители. Недавно писали, умирающая профессия не нужна никому, все, у нас цифровая электроника, все это такое, да. Библиотека тоже умирающая профессия, вот нет. Все это переводится в систему электронную, но есть кто-то должен это осуществлять. Здесь не может работать БОЗ, здесь не может работать какой-нибудь искусственный интеллект. Пока нет. Пока что достаточно сложно. Естественно, это будет происходить, это будет развиваться. Но нужно, чтобы люди, которые этим занимались, имели определенное представление о том, что они делают, и в руках инструменты для того, чтобы это осуществлять. Востребованность уже, как было сказано, это понятно. И что значит блюдо для гурманов? Ну, конечно, если базовый курс, если базовый курс действительно необходим, ну, тем, кто хочет заниматься делопроизводством, те, кто каким-то образом либо хочет, либо есть необходимость, либо связан с этим, хочет, например, повысить свой уровень, хочет получить систематизированное, например, знание, нефрагментарное представление, работая на своем рабочем месте, вот мне рассказали, что нужно делать вот так, вот так, вот так. Я делаю. Почему так? Зачем так? В конце концов, возникает такой вопрос. Зачем? Человеку хочется получить знание, какую-то систему, потому что не хватает именно вот таких вот систематизированных знаний. Да? Конечно, базовый курс в этом смысле достаточно хорош. И он, конечно, очень краток, 6 часов, да? Но как есть, да? За это время как можно больше информации я стараюсь дать. Курс делопроизводства уровень 2, это действительно уже немножечко другой уровень. Действительно уровень 2 для тех, кто уже справился с базовым курсом и хочет двигаться дальше и развиваться. У меня есть задача создать систему в организации. Мне поставили такую задачу или мне ее поставят? Или я хочу выйти с таким предложением в организации? Мы работаем в журнальчиках, мы работаем в табличке Excel, но все же таки не каменный век у нас, да? Я хочу эту работу продвигать, я хочу это начинать, потому что понятно, что это нужно будет в какой-то момент. Нельзя до бесконечности писать бумажный журнал, да? Это уже не современно, это уже не нужно. Мы хотим двигаться дальше. Я хочу развиваться и для себя в том числе, и для своей организации, для того, чтобы знать, что еще предложить, что еще я могу сделать для того, чтобы моя организация жила и процветала. Значит, какие фишки мы можем предложить? Значит, насколько мне известно, такая тематика в таком объеме и в таком разрезе не представлена нигде. Мне не удалось так пом TOPkin почему вообще возникла такая ситуация? Как уже было сказано, почему вообще возникла такая идея? Как уже было сказано, мне пришлось создавать системы электронного документа оборота в разных организациях в течение до сожрительного периода времени на разных программах, на разных платформах, на разных системах. Организация в одной текущей, как уже было сказано, И только начав эту работу, только окунувшись в нее с головой, я поняла и осознала, что некуда обратиться, негде взять информацию. Как это делать? Как это должно происходить? Что нужно делать? Что не нужно делать? Каким образом организовать этот процесс? Организация процесса, как уже было сказано, это не быстро, в любом случае не быстро. Как организовать этот процесс, чтобы ничего не упустить, чтобы все учесть, на что ориентироваться, на что опираться, какие основания и так далее. Возникла именно такая ситуация. И есть возможность предложить варианты для решения, которые, в общем-то, сработали и работают. Значит, это системный подход. То есть, чем хорошо, то есть, есть определенная система разработана. Каким образом? Кем разработана, спросите вы? Кем играется? Исполняется впервые, как было в Минокуре. Кем впервые? Мною впервые. Не впервые, конечно, но это система, которая предлагает все, скажем, аспекты, охватывает все аспекты этой деятельности и предлагает инструменты для решения всех вопросов, проблем, которые возникают. Мы рассматриваем девять стратегий создания системы электронного документа оборота. Что это означает? Сейчас я поясню. Значит, еще... Сейчас, что-то позже. Значит, девять стратегий. Что это за стратегии? То есть, это те этапы, которые мы, большей частью, неизбежно пройдем на пути к созданию системы электронного документа оборота. Приходится, когда слышит такой отзыв. Ну, а вот зачем вот это все нужно? Вот есть же модули, вот продает же система, вот там же есть же все модули, да? Все же там уже включено. Вот давайте мы это все возьмем и будем работать. Как уже было сказано, да, есть определенные аспекты. Да, в некоторых случаях коробочные решения для организации подходят. У нас пять человек в организации, один делопроизводитель, пять документов в год. Конечно, да, то есть нам ничего не нужно. В канцелярию самое простое, коробочное решение за пять тысяч рублей. Корзину положили, как колбасу, и все. И купили, больше ничего не нужно. Но если в организации есть какие-то более серьезные потребности, этот подход не сработает. Поэтому мы говорим о девяти стратегиях. Каковыми являются? Не буду подробно комментировать. Значит, просто объясню чуть-чуть. Значит, что такое стратегия обследования? Что это означает? Мы должны понять, что у нас в организации есть вообще. Что мы поймем, скорее всего? У нас хаос. Практически все неизбежно приходят к этому выводу. Что у нас хаос? Я очень много в этом слышала. Даже на курсе делопроизводства уровня 1, то есть на базовом курсе, да, я слушаю вас, говорят мне, слушатели, и понимаю, что у нас в организации, мягко говоря, в делопроизводстве происходит хаос. Понятно, потому что, опять же, мы говорим о том, как это должно быть сделано, ну, по возможности, да. И понятно, что люди, так сказать, выслушав всю эту информацию, да, понимают, что в организации у них не все так, как должно быть. А если мы подходим, перед нами поставлена задача создать систему электронного документа оборота, первое, что мы должны сделать, это как следует проанализировать то, что у нас есть, и определить ситуацию по состоянию фон-нау. То есть на текущий момент. Мы должны понять, что у нас есть и куда нам двигаться дальше. Дальше у нас будет стратегия выбора. Что мы будем выбирать в соответствии с нашими возможностями и потребностями? Мы будем выбирать систему, которую мы будем внедрять. У нас может не быть такого выбора, если эта система спущена нам сверху, объявлена заранее, предложена руководителем, каким-то другим способом и так далее. Но, например, у нас была такая ситуация, да, то есть нам, мы выбрали систему, мы ее внедрили, а потом нам сказали, нет, вот это не то, что системы, платформы больше в организации не будет. Мы отказываемся от платформы в целом, вообще, от провайдера целиком и переходим на САП. Мы начали все внедрять повторно на САПе. У нас не было проблемы выбора, потому что нам это спустили сверху. Но если в организации выбор есть, вариантов много, из чего выбирать, есть, и обследовав систему, поняв, что у нас есть, задав параметры того, что нам нужно, все эти технологии я даю, все списки, перечни, графики, все что угодно, да, задав параметры, которые нам нужны, мы начинаем выбирать систему. Мы выбрали ее, что мы делаем дальше? Система стратегии конфигурации системы. То есть мы должны понять, вот тут как раз речь пойдет о модулях, мы должны понять, что именно мы возьмем из тех предложенных вариантов, которые есть, в какой последовательности мы будем это все внедрять, нужно ли нам все или какие-то части. Стратегия ресурсов. Что это такое? Мы должны помнить о том, что у нас не только деньги, да, нам руководитель поставил задачу внедрить систему электронного документа оборота. Вам на это 3 рубля. Хорошо. Мы выбрали систему, посчитали, хорошо. Хватает 3 рубля, хватает на лицензии, хватает на программное обеспечение. В 3 рубля мы уложились. И тут возникают проблемы. Тут возникают проблемы технического обслуживания, сопровождение и обновление системы. Тут возникают проблемы других ресурсов, не только денежные. Хватит ли у нас серверов, хватит ли у нас персонала, кто будет все это делать, хватит ли у нас делопроизводителей и тех людей, кто у нас будет всем этим заниматься и так далее. То есть проблема ресурсов достаточно серьезная. Ее, конечно же, нужно решать. Значит, проблема взаимодействия, стратегия взаимодействия очень серьезная проблема, потому что, опять же, как уже упоминалось, у нас есть много участников процесса, много заинтересованных сторон, которые будут, мягко говоря, тянуть одеяло на себя. Поэтому здесь очень важно соблюсти баланс внутри организации, создав рабочую группу, и помнить о том, что со стороны провайдера, которого мы выбрали, тоже есть рабочая группа и тоже есть участники этого процесса. Стратегия взаимодействия определенным образом разрабатывается, составляются определенные документы и так далее. Но это обязательно должно быть, потому что без взаимодействия внутри организации, пока мы, когда в товарищах согласия нет, малатым дело не пойдет. Пока мы не договоримся со своими, нам нет смысла выходить на представителей провайдера, потому что ничего осмысленного мы рассказать не сможем. Стратегия внедрения. Что это означает? Что именно мы будем внедрять в конфигурацию системы? Мы это выбрали. Теперь стратегия внедрения. В какой последовательности мы будем это осуществлять? В какой последовательности мы внедряем эти модули? Кто у нас превалирует? Что является приоритетом? И каким способом проходят испытания? Здесь есть определенные алгоритмы. Пилотный проект. Опытная эксплуатация. Продуктив. То есть желательно этих пунктов не избегать, не переходить сразу к продуктиву, потому что это, так сказать, чревато, естественно, неудачей, потому что если мы систему не испытали и сразу работать начали на ней уже продуктиве, то есть промышленная эксплуатация, это означает, что мы очень сильно рискуем. Значит, стратегия обучения и адаптации сотрудников. Ну, здесь очень много проблем, вопросов возникает, потому что сами понимаете, что с железом договориться можно, а вот с сотрудниками сложно. И когда они говорят, что мне это не нравится, я это не хочу делать, я ничего в этом не понимаю, мне не рассказали, не объяснили, я привык делать вот так, а здесь по-другому, и масса других возражений, то, естественно, нужно каким-то образом эту проблему решать. Нам нужно работать с теми сотрудниками, которые у нас уже есть, и их поставили перед фактом, что они теперь работают в новой системе, нам нужно работать с теми сотрудниками, которые к нам придут, это адаптация, то есть нужно и обучение, и адаптацию, то есть тех, кто придет к нам новый и сразу начнет работать в этой системе. Поэтому это проблемы также решаемые, я не могу сейчас давать подробности, мы говорим об этом достаточно подробно. То, что я сейчас рассказываю, 9 стратегий и сейчас еще, и нормативные основы, мы занимаемся этим в два модуля, то есть 8 часов. Значит, стратегия поддержки. Естественно, мы создали систему. Знаете, как говорится, как говорил поэт, живите в доме и не рухнет дом. А вот если дом не поддерживать и не жить в нем, то он рухнет, что посадит. Точно так же и система. Если к нам пришли радостные и бодрые представители провайдера, все развернули, все внедрили, все установили, все прекрасно, все замечательно работает, и система закисла. Мы ее не поддерживаем, мы ее не апгрейдим, мы ее не обновляем, мы не получаем следующие версии, мы не получаем новые выпуски, мы не получаем обновления, система начинает приходить в упадок. Поэтому обязательно, когда мы создаем систему и ведем переговоры с провайдером, мы обязательно должны учесть эти моменты, как система будет поддерживаться. А если она рухнет, а если все упадет, что мы должны делать, какие наши действия, действия провайдера, это все обязательно должно решаться. Стратегия, и наконец, как говорится, стратегия преодоления трудностей. Вот тут, коллеги, можно придумать все, что угодно, потому что трудности, как уже было сказано, на каждом из этих этапов нас ждут грабли. Не буду сейчас не вдаваться, но на каждом ждут грабли, то есть на каждом этапе мы можем набить себе много шишек. Стратегия преодоления трудностей – это все, что угодно, потому что они будут встречаться на каждом этапе. Но если мы все-таки их до некоторой степени предвидим, знаете, когда я знал бы, где я упаду, газетку поселила, да? Вот примерно я хочу, чтобы это была такая газетка, чтобы, в общем, или чтобы вы так могли грабли эти обойти и не набивали себе шишек, как можно, да? Какие-то вещи можно, зная их, предвидеть. Я знаю точно, потому что шишки набивала сама, не зная просто, что это может быть нужно, что такая проблема может возникнуть. Конечно, нужно понимать, что эти 9 стратегий – достаточно условная вещь. Это просто систематизировать, чтобы было проще воспринимать эту информацию, да? Некая систематизация определенной стержень, на которой эти данные нанизаны. Но следует понимать также, что так встроенно и прекрасно одна стратегия за другой в жизни, конечно, не получится. В жизни, скорее всего, получится, что на вас это свалится все разом. Но вы будете понимать, как с этим бороться. Что на вас упало, что к вам прилетело, и что с этим делать? И кое-каким ударчиком можно даже и подготовиться, зная заранее, например, какие вопросы будут заданы от того же провайдера, подготовив материал, а не бегая потом с ужасом, да, понимая, что время идет, там срок проходит, внедрение-то у них тоже определенные нормы. Поставлены на это, да? А вы не можете предоставить информацию, потому что вы ее просто собирали по незнанию, что она будет нужна. Поэтому здесь есть определенные вот такие специфические вещи. О чем мы еще говорим в течение этих восьми часов? Значит, мы говорим еще об электронных цифровых подписях и их применении, естественно, и мы говорим об особенностях архивации электронных документов. Сейчас даже не буду компетизировать, это просто то, что входит вот в этот модуль. Значит, что мы говорим, о чем мы говорим еще? О чем еще идет речь у нас? Это систематизированный подход, то есть все подходы у нас систематизированы, в том числе и систематизированный подход к администрированию договорной работы. Здесь нужно понимать следующее. Договоры обязательно сейчас без договоров не может никакая организация. Договор, как вид документа, я не учу писать договоры, я не юрист. То есть текст документов я писать не учу. Чему учу я здесь, о чем мы здесь говорим? Договор, модуль договора, это обязательно входит частью в систему электронного документа оборота. Не может не входить, потому что ибо зачем нам тогда вообще создавать систему, интегрировать ее со всеми остальными, с платежными, с контрагентами, с кадрами, со всем остальным. Зачем нам тогда это все делать, если это не часть нашей общей системы, кооперативно-информационной системы, как бы она ни называлась, систему электронного документа оборота. Мы создаем там и модуль договора. Как он создается, это очень специфическая вещь. Как он администрируется, это также достаточно важная вещь, потому что он обладает определенной спецификой. Как вид документа договора обладает определенной спецификой, и мы обязательно об этом говорим. О чем говорим мы еще? И об этом мы говорим целый модуль. Четыре академических часа. И о чем еще мы говорим оставшиеся четыре академических часа? Мы говорим о том, что хорошо бы нам научиться писать письма. и другие служебные документы. Не такой навык бессмысленный, как могло бы показаться. Зачем говорить об этом? Но дело в том, что официальный деловой стиль и владение им, официальный деловой стиль это достаточно серьезная вещь. Это стиль и служебных документов, наших документов служебных, деловых. Это стиль и дипломатической речи. Это стиль и документов государственных, законов и так далее. То есть это стиль, который обслуживает все деловые процессы. И владение им. То есть понимание, конечно, я не говорю о том, что за четыре академических часа я научу вас идеально писать документы. Понятно, что нет. Требуется определенный навык, определенная, ну, скажем, тренировка. Просто как любой навык получается, на велосипеде тоже не сразу поедешь. Надо немножко несколько раз упасть, понять, как это делается, а потом все пойдет. Точно так же и машины не сразу научишься надеть. Так и здесь. То есть нужно понимать, опять же, что я даю уроки, инструменты. Я даю много материала, я даю много готовых шаблонов. Мы занимаемся практическими заданиями. Есть несколько практических заданий. То есть мы составляем эти документы, мы их отправим и так далее. То есть это подготовка, это обладение официально деловым стилем как инструментом делового общения. Потому что все служебные документы любые составляются именно на этом языке, скажем так, официально делового стиля. Так, у нас несколько минут еще осталось. Значит, что поможет курс узнать? Как мы уже говорили, чем следует руководствоваться? То есть на что следует опираться при создании системы электронного документа оборота в организации? Мы говорим и о нормативных основах, и мы говорим о тех девяти стратегиях, которые помогут нам двигаться по этому маршруту без существенных по возможности потерь. Какие этапы нам предстоит пройти? С чем нам предстоит столкнуться на пути? Какие задачи нам предстоит решать? Какие задачи будут поставлены перед нами неизбежно в процессе этом? Что нам придется решить? И, конечно, желательно быть готовым к тому, что нам придется делать. Какие трудности нам придется преодолевать? Это как раз те самые грабли, которые хорошо бы обходить. И, конечно, ответить на вопрос, можно ли автоматизировать бардак, хаос, да и нужно ли это делать? То есть если мы все-таки пришли к выводу, что у нас совсем-совсем беспорядок полный, что нам следует сделать до того, как начать его автоматизировать? Как вы думаете, что? Чтобы не получить то, о чем сказала коллега, да, автоматизированный хаос. Что нам следует сделать до того, как начать автоматизировать хаос? Привести его в порядок. Для этого есть стратегия обследования. Когда мы понимаем, что у нас хаос, мы не начинаем его автоматизировать сходу, а мы составляем соответствующие планы, проекты и говорим, как должно быть по состоянию на текущий момент. Нас зафиксировали, как есть и как мы хотим, чтобы это было. Мы, может быть, не сможем оплатить это сразу в рабочем процессе, так как у нас есть это сейчас. Мы будем стараться воплотить это в системе электронного документа оборота, чтобы у нас не получился автоматизированный хаос. И, конечно, очень нужно хорошо представлять себе, что, в принципе, должно получиться в результате. То есть та далекая и прекрасная цель, к которой мы будем стремиться, создавая все это, мы обязательно должны иметь это все время либо перед глазами, либо перед нашим внутренним мысленным взором, для того, чтобы не потерять ориентины. А это есть такая опасность, потому что у вас будет очень много отвлекающих факторов, очень много влияющих на вас различных обстоятельств, ситуаций и так далее, которые будут к вам говорить, сверни с дороги, не делай вот это, это не нужно, и вот это не нужно, и это ерунда, и это не успеешь, и это нельзя, и так далее. Нужно очень хорошо видеть цель. Помните, был фильм такой, чародей его обычно перед многим годом показывают, где Абдулов играл еще, да? Помните, его там учат через стену проходить, не помните, да? Он каску надевает, и там его учат вот эти волшебники через стену проходить, а он на нее все время прыгает, да? Ну и бьется все время, конечно, не может пройти. И там один из этих маленьких, такой он говорит, либо убьется, либо покалечится. Ну и, знаете, говорит, что ты делаешь? Не надо так говорить. Самое главное, что? Четко видеть цель и не замечать препятствий. И он хопа проходит. Вот тот самый случай, да? То есть у нас обязательно должна быть идея, да? Мы не должны распыляться, да? Нас будут отвлекать, нас будут дергать, мы должны распыляться на какие-то отвлекающие моменты, мы должны очень четко понимать, чего мы хотим достичь, к чему мы стремимся. Значит, позиция еще раз этого курса здесь изображена, да? Мы говорили о специализме, не только специализме электронного и продавод, а вообще специализме по работе по делопроизводству, да? В том числе этот курс здесь указан, делопроизводство, уровень 1 и архивное дело. И мы говорили уже о том, для кого он предназначен, полезно всем тем, у кого есть такая задача или она такая задача, будет поставлена, если есть такая потребность в организации, а в организациях сейчас все больше и больше такие потребности возникают, создать такие системы, чтобы во всяком случае идти в ногу со временем и самые простые проблемы решить, а именно, какие самые простые проблемы? У нас теряются документы, с этого начинаются все. Я ходила на собеседование в одну организацию, а потом, кстати, к ней пришла работать, меня встретили фразы в будущем ввода дать, меня встретили фразы «Здравствуйте, у нас теряются документы». Ну что же, здравствуйте, это решаемая задача. То есть это проблема решаемая, надо посмотреть, что происходит, какой причине они теряются. Хотя бы вот эту проблему, естественно, решить, и это уже не так мало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова